Что я мама обняла, во-вторых, что мама сказала... Что тебе может помочь и поддержать тебя, да? Да, потому что мама сказала, что она знает, что... Вот это следующий пункт, инвертализация младшего себя. А я хотела сейчас спросить, ты её всё время держала за спиной? Мне нужно было, чтобы она постоянно находилась в этом нересосном состоянии. То есть этот якорь всё время... Постоянно оживляла. Она вывела это наружу, у неё этого ощущения внутри нет. Но на уровне физиологии я и всё время напоминаю, зачем ты тогда пошла. Вначале и поставила. А ещё потом ты говорила, что ты её будешь выводить в роль мамы и в роль дяди. В роль дяди мы не пошли, потому что мне достаточно всего-то... Да, по калибровкам мне было достаточно, да, всё, они... Всё, что могли, они друг другу говорили. И в данном случае мы с точки зрения... Ну, со своей стороны даже не знали этого. Ну, в маме же дело было, и в дяде, они же... Ну, почему даже сначала... Ключевым для меня ещё, правильно, ты сейчас горишь, да, сейчас я немножко отмутала, поняла. Ключевым ещё было, что, когда я спросила маму, что ты можешь, как ты можешь повлиять на ситуацию, она говорит, всё уже случилось. То есть конфликт уже был. Да, то есть если бы они были в процессе, то я бы пошла в дядю. Но так как процесс завершился, он стал только участником внешним. Ну, и же в прошлом. Да, да, в прошлом, да, это такое, в совершённое прошлом. И поэтому всё, осталось только одно. Я писал, да? Ну, там по калибровкам, в принципе, видно, да. У нас будут раздатки, но то, как мы сейчас пишем, на самом деле легче и проще, чем то, что... Марина, это ресурс для тебя, это ты от мамы к ребёнку, да? Нет, что нужно ребёнку для того, чтобы решился запрос. А до этого эмоционализация ресурсов значимых людей. Да, да, да. Что она может тебе дать? Любовь, заботу, чтобы она что сделала? Обнимала меня, там, целовала. Ну, ты сначала, извините, а что она может дать? Она говорит и потом, как ты же повела. Да, да, да. Интеграция ресурсов и трансформация инфектора. Что было интеграция ресурсов, как думаете? Что такое было? Интеграция ресурсов было, что? Когда происходило, что? Объединение. Между ними, да. Она обнимала и говорила, в ответ появилось ощущение защищённости, того, что я нужна, от того, что меня любят. Опять перешли в маму, смотри, что происходит. И главной интеграцией было, да, когда мы на осознание мамы выводим то, что ты делаешь. Проси прощения за всё то, что будет ещё впереди. Понимаете, человек? У кого-то это будет прощение нужно, да, для ребёнка. А у кого кому-то нужно будет, да, я осознаю, что я сделаю для тебя впоследствии. Я знаю, что там будет. Я по-другому не могу, извини, так получится всё. Это уже прописано и прописано. Ну, тут наговорят, и каким образом мы как бы утилизируем то, что будет или ещё. Да, да. Я не знаю, как это работает на этом удивительном... Ну, у нас есть возможность в конкретной ситуации сегодня узнать про реакцию мамы на конкретного человека, да, на Ксюшу. Ну-ка, в отношениях с близкими это работает тоже очень удивительно. Тот человек, с которым мы прорабатываем все вот эти вот эмпленты, он это тоже считывает с нас, чувствует на расстоянии. Это тоже ему касается. Понимаете? Мы все изменим временем. Временем, да. Смотрите, мы обменялись вот этим всем. А потом то, о чём говорит внесение ресурсов... Как при при при... Времени, не, не, не. Внесение ресурсов и переживание приема. И переживание приема. Что мы делали? Чем мы их объединили? мы золотой ниточка объединили посмотрите в техниках и нигде не описывается этот прием это это история валинского есть такой автор валинский он свое время то что в нлп потом был священником в общем такой интересный разнообразный путь и это оттуда про вот это золотое свечение там объединение мы можем себе какой угодно представить картину мы можем представить как будто бы золотой поток какой-то из космоса идет на маму и на обеих и на маму и на дочку одновременно наполняя их любовью поддержкой заботы то есть смотрите в этот момент вы как за участник событий даете человеку доступ к ресурсу и пусть в этот ресурс войдет то что необходимо вот то что она говорила условно говоря ей не хватало любви заботы поддержки понимания и сил как будто внутренне пусть это будет сила и это все должно напомнить то место откуда мы достали этот имприн понимаете то место где была пустота все что касается импринтов как правило это либо здесь либо здесь волевые качества и все что связано с любовью очень редко вот это вот когда затыки когда мы его не даем себе говорить да не мог не 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 даем высказаться забиваем внутри себя свое мнение какие-то видения как правило вот это волевые качества и любовь все что касается там отверженности и брошенности это вот здесь а все что касается отсутствия воли ну изначально импринь был про отсутствие проверка эко-постройка внесения в линии времени это когда мы тут на линии времени еще раз перепроверяем да мы закончили 7 лет мы пошли через семь лет что произошло все уже поменялось давно все уже нормально нет там ничего не было никогда пришли настоящая что в настоящем да все нормально мы пойдем в будущее смотри какая интересная история девочка которая сегодня имела этот конфликт если позволишь да озвучу была готова у те из дома о чем и сказала здесь да и и уже в принципе да собралась приехала к нам в гости на чуть-чуть человек в определенном состоянии это не состояние репесии это не тот момент когда у меня это завершилось и я это в самом пик это в пиковом состоянии я не знаю она вышла говорить не нужно заделать вот шарф лежит нет провели технику и брить и остался только шарф просто мама собралась снять ключи в квартире ключи от банки в квартире все что нужно было как-то вот скажем так поддержать спасателям я бы не хотела она не зашла в квартиру не чтобы она не уходила из дома она собралась уходить из дома не подумал так же как а как это может помочь уйти из дома чтобы она и закрыта не от она просто она и не просто скажет эти ключи не отдам хочешь сиди дома и когда я разрешу ты будешь выходить на улицу и я буду тебя ждать когда ты захочешь вернуться полностью обезонтроль и мы с вами как раз вот наблюдали картину вот этот вот шажок будущее которое для того чтобы нам проверить вот это изменение нам обязательно нужно все таки даже если мы первый отступили и первая она яркая все равно идти еще раз нет смотреть далее это все здесь четыре года поменялось они пришли в семь лет потому что всем лет было тоже живут когда мы отсюда шли назад то есть первое событие было 7 это не первое это уже второе было с момента настоящего вот она была она была она не очень яркая ты пошла искать самая а если у нас первое такое супер яркая смотри да она может быть супер ярко мы можем пойти назад и убить что по интенсивности не очень вернуть назад в самой яркой ассоциации вообще не вопрос по калибровкам будет понятно я просто вот по поводу пройдет если мы сразу на него наступим на смотрите в чем чем фишка им придет а то что запечатлевается да в самых ярких событиях действий и это же она не дает потом человеку идти дальше по жизни она все равно сплывает конечно это к на линии времени с комп на линии времени когда как возведение личностная история когда этих событий несколько когда мы коллапсируем эти события вы тут ну как бы то же самое как бы но только в линии раньше в личностной истории мы просто коллапсом убираем а тут нет тут нам надо тут больше всего инструмента здесь процесс на уровне это здесь 1 и и идентичность запускается, и убеждения, и способности. Скажите, как может ребенок в 3-4 года, да и не знаю, даже в 15 лет, повлиять на то, когда большое количество взрослых людей, в данном случае двое и еще, на то, чтобы волевыми своими качествами повлиять на то, чтобы этот процесс прекратился. Никак. Никак. Некоторые до сих пор не могут это делать. Да, мы взрослые люди, когда наблюдаем картину такой сильной какой-то агрессии, предпочитаем, да, просто вот... Детироваться, да. И еще, что в импринте, если в изменениях личностной истории мы воздействуем только на себя, то именно в импринте мы влияем и на всех участников события, которые участвовали в этом репринтинге, в этом запечатлении. И вот тут как раз, да, трехпозиционная модель, вот это самое оно. И мы с вами после того, как интеграция произошла, да, еще разочек, да, мы наполняем ресурсом. Ресурсом таким вот образом, чтобы... Смотрите, золотое свечение, я могу сказать, что не принципиально, но работаю с этим определенным образом и намеренно, да, и мы отпустим подробности этого, надо будет разберем на портовнике. Космос. Откуда взять, собственно говоря, этот ресурс, когда вчера я говорю о том, что у меня там есть ощущение, там, брошенность или никченность. Откуда? От мамы, которая этим всем не обладает и не обладала никогда. Через нее, да, через ее сердце, да, чтобы этот поток был. Но мы представляем, как этот поток золотой исходит откуда-то сверху, да, и через маму это все пропускается. Почему золотой? Потому что, смотрите, золотой – это тепло, это любовь. Холодный – это для того, чтобы, наоборот, охладить чувства и пыл человека. Вот этот нюанс вы тоже должны учитывать. Если человек в жару, в пылу, и вам надо его охладить, тогда поток холодной. Да, обязательно, да, холодные цвета. Если вам надо, наоборот, подпитать любовью и огнем, и теплом, тогда это теплые цвета, это золотой. Ну, любовь, как правило, это розовый. И когда мы наполнили их обоих, убедились в том, что тот, с кем мы работаем, наполнился полностью, и вот эту пустоту внутреннюю, там, где вот состояние заимпредированное лежало, заполнил тем, чем было необходимо, да. Опять-таки мы говорим, ресурсами пусть будет любовь, поддержка, забота. А в обязательном порядке возвращаемся к чувству собственной важности. Ты очень нужна, ты важна, ты необходим, необходима, понимаете? Мы говорили с вами о том, чтобы это чувство собственной важности усмирить и привести его в порядок, его еще надо осознать и понять вообще, выросла ли она. А если у тебя понимание, кто ты и зачем ты смеешься? И пришли в настоящее. Что мы делали в настоящее? Как ты себя сейчас ощущаешь? Что на сегодняшний день, что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Что ты смеешься? Сейчас я вам келутки. Она сказала, что уже... Ничего. Обратили внимание, что субмодально для человека, которые ничего не знают про самодальность, это меняется в любом случае. Да, да, она была удивлена. Мы и шли туда, она там что-то видела, я чувствую, но собрал, что руки из рук. А я Карел, ты я здесь не заметил. на плече того момента когда взяли ресурсы и обе понесли пошли по линии временем настоящее что мы сделали наперед смотрите мы простроили по линии времени и и следующие вечера вершу на завершенное будущее которое мы делали вчера для того чтобы нам было более конструктивно понимала что ей важно в данном случае мы отработали только импринт да и в состоянии активном мы с человеком не можем четко простроить стратегию нового поведения в силу того что у нее нет инструмента мы бы работали дальше с тем что конкретно делать чего ты конкретно хочешь и этими инструментами вы встраивали в нее вот то о чем собственно речь идет сюда твердость структуру последовательность и понимание своих границ этим работаем но в данный момент времени я выбрала для себя необходимым простроить линию жизни вперед с возможностью мы сделали шаг вперед и она говорит о том что да мне это трудно это есть она все равно сопротивляется что я сделала для того чтобы она почувствовала и поняла что возможно и это сопротивление преодолеть ты да я я корила ее я вернула ей так я на рака как он интересно сработал и предложила ей посмотреть на ситуацию спустя неделю и все поменял мы взяли этот ресурсный якорь который создался еще здесь на момент когда переимпрентировались и принесли его на неделю вперед и все поменял смотрите мы еще ничего не делали мы не работали ни с какими инструментами мы не поднимали ее волевые качества и не простраивали ей эти границы мы только запустили этот переимпрентировали хорошо девочки на подработку а скобили не знаю в этот час а вообще-то уже начало третье ну хорошо часик перерыва и нам прям прям